Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущий Пётр Горухов. И сегодня у нас в гостях Вадим Викторович Соков, руководитель Главного управления Московской области, Государственная жилищная инспекция в ранге министра, Главный государственный жилищный инспектор Московской области. Ну и, соответственно, разговор у нас пойдет о таком важном и актуальном вопросе, как жилье. Вадим Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, хотелось бы начать с такой достаточно тревожной темы всегда, с темы сложной. Это вопрос безопасности, связанной с газом. Вот несколько лет назад, в течение достаточно длительного периода, взрывы газа стали какой-то трагической, с трагическим постоянством происходят. И связано это с неисправностью или ненадлежащим качеством эксплуатации газового оборудования, как внутридомового, так и внутриквартирного. То есть, подавляющее большинство случаев – это именно результат недостаточного внимания к этим элементам газовой инфраструктуры. Что можно сказать о Московской области, что уже сделано в сфере безопасности газовой, и что продолжает делаться, что будет сделано в ближайшее время в этом вопросе? Ну, хочу что сказать, что в Московской области очень много домов, оборудованных газом, очень много квартир, оборудованных газом. Ну, а, знаете, немножко окунусь в историю, да, все-таки жилой дом, это слово «жилой», многоквартирный дом – это как живой организм, да. То есть, это инженерные системы, это сама конструкция, и любое неправильное или неправильная эксплуатация, или отсутствие эксплуатации этих специальных инженерных систем, таких как газовое оборудование, внутридомовое, внутриквартирное, может привести к несчастному случаю, который, к сожалению, имели место на территории других субъектов Российской Федерации. Значит, ну, во-первых, первое, что хочу сказать, обратиться к нашим телезрителям, значит, по закону, да, так сказать, каждый собственник квартиры или по социальному найму должен обязательно иметь договор со специализированной организацией на содержание текущий ремонт внутриквартирного газового оборудования. То есть, вам простой пример, вы же не поедете на автомобиль, который неисправен, не прошел технический осмотр. То же самое здесь. Газ – это считается особо опасный, значит, объект, ну, газовое оборудование, которое должна проверять именно специализированная организация, которая не просто имеет соответствующие допуски, но еще включена в реестр, который ведет каждый субъект, значит, Российской Федерации в лице госжилинспекции. В настоящее время у нас в Московской области 13 организаций внесены нами в реестр, имеются на сайте, мы всем им выдали соответствующие документы о том, что они могут работать по содержанию текущему ремонту внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Поэтому, повторюсь, что, к сожалению, большинство этих несчастных случаев на территории России, они происходили именно в зоне ответственности собственника, то есть хозяина, владельца квартиры. Получается, что или люди использовали не сертифицированное оборудование, или незаконно подключались к газовому, или подключались, но без необходимых правил, вот, нанимали случайных людей, каких-то гастарбайтеров. Значит, и еще раз говорю, хочу напомнить, за все, что происходит в квартире, отвечает собственник. Будь то незаконная перепланировка, которую вы затеяли, сломали несущую стену, произошло обрушение или трещина пошла. Значит, сделали вы себе новую проводку, под электропроводку, произошло замыкание, потому что наняли случайного человека, виноват, опять же, виноват собственник. Тот, кто вам эту проводку крутил или газовые, там, значит, шланги подсоединял неправильно, он уйдет, и все, а виноват будет собственник. Поэтому, еще раз, пользуясь случаем, обращаюсь к зрителям. Значит, правительство Московской области для того, чтобы охватить максимальное количество лицевых счетов, чтобы люди платили и пользовались услугами спецорганизаций, значит, придумали такую вещь, как выставление через публичную оферту. Когда управляющая организация заключает договор со спецорганизацией, газовщиком, значит, договор на то, что эти дома, ну, в ее домах она будет ходить с определенной периодичностью и проверять внутриквартирное газовое оборудование. Значит, житель, оплатив эту оферту, он тем самым, так сказать, уже подписывается под тем, под этой услугой. То есть, она будет включаться в жировку, да? Да, она будет включаться, она уже включается. Хочу что сказать, что у нас Одинцовский район, это пилотный проект, они самые первые. Сейчас у нас практически больше 90% лицевых счетов, где имеется газ, уже через эту публичную оферту работают. Вот, в вашем районе есть несколько спецорганизаций, которые себя очень хорошо зарекомендовали на этом рынке. И, тьфу-тьфу, как говорится, всплевают, что нормально работают, и таких вот случаев, которые произошли на территории России, нет. Поэтому, еще раз говорю, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Значит, житель, первое, обязан заключить договор через публичную оферту, и самое главное, он должен и обязан пустить эту спецорганизацию к себе в квартиру, чтобы они провели ревизию всего оборудования, посмотрели, как эксплуатируется, правильно ли монтаж, как, так сказать, ну, вообще техническое состояние всего газового оборудования – это и плита, или это электронагреватели, и подводка, ну, то есть все эти элементы, это обязательно должна работать нормальная система вентиляции, потому что, к сожалению, происходит и не только взрыв газа, да, от того, что оборудование, но и происходит, люди умирают от отравления, потому что не… Если система травит, что называется, да, если вдруг идет утечка, или плохо работает система вентиляции, как бы приточная вытяжная, люди могут отравиться газом. Вот, поэтому, еще раз говорю, это очень важная тема, значит, и госжилинспекция, и администрация муниципальных образований, и МЧС, значит, ну, все структуры заинтересованы, держат руку на пульсе. Мы, как инспекция, проводим плановые, внеплановые проверки, значит, я вам скажу больше, мы привлекли уже более двух тысяч собственников квартир, значит, за то, что у них отсутствуют такие договора, или используется газовое оборудование, не сертифицированное. А насколько серьезная ответственность? Ответственность, к сожалению, небольшая, штраф до пяти тысяч рублей. Ну, это не так уж и мало, да. Но самое главное, надо на чашу весов положить деньги или жизнь. То есть, опять понять, что люди, так сказать, ну, в кавычках, экономят две тысячи рублей, там, да, абстрактных, на заключение договора, они, так сказать, могут потерять и свое имущество, и свою жизнь, если произойдет такой несчастный случай. Поэтому, еще раз говорю, вы же не поедете на автомобиле, у которого нет тормозов, или не работает, я не знаю, там, коробка передач. Поэтому здесь то же самое. Нужно обслуживать специальные инженерные системы, такие, как газовые, именно в квартире. Потому что внутри домовое газовое оборудование Московской области госжилинспекция заставила все управляющие организации заключить договоры на газ. Там были единицы, значит, такие компании, как ГУЖФ, это Минобороны. Но мы через военную прокуратуру, через Минобороны тоже добились положительного результата. А все наши управляющие организации, которые, ну, частные или муниципальные, имеют договор со спецорганизацией на внутридомовое газовое оборудование. Теперь мы отрабатываем сегмент квартир. То есть тоже сложный сегмент, потому что много людей, много мнений. Почему-то некоторым кажется, что это лишние 100 рублей в месяц, которые он выбрасывает. Непонятно. Стойте, да. Хотел, кстати, уточнить. Ну, 100 рублей – это не принципиальная сумма, но примерно именно о тагегдингах? Да, примерно, да. Плюс-минус. Как бы тут рынок диктует сам свои условия. Здесь, как бы, я не могу сказать, что вот 100 рублей. Кто-нибудь сошлется, скажет, сколько высказал 100 рублей, а ты там… У меня 120, да. 120, да. Дело в том, что цена зависит, в том числе, какое оборудование. Если просто газовая плита, то это одна сумма. Если еще нагреватель, да, или газовый, то это другая сумма. Ну, и так далее. То есть рынок сам себя отрегулирует. Самое главное, еще раз повторяю, нужно иметь договор, нужно заключить договор. Или самому напрямую, или через публичную оферту, которую мы сделали для того, чтобы это облегчить процедуру для тех же жителей. Ну, и самое главное, вам пример с автомобилем, да. То есть это использование не сертифицированного, не, так сказать, прошедшего обследования оборудования очень чревато несчастными случаями. Поэтому и в том числе с летальным исходом. Ну, я вообще думаю, что, как и всякое новое, это новшество, наверное, не просто приживается. Не просто люди привыкают к тому, что пусть и не очень большой, но все равно дополнительный платеж в их жизнь пришел. Ну, как, десятилетия жили, вроде как не платили за это. И тут вдруг выясняется, что за это надо платить. Вот как люди вообще реагируют на такое нововведение? Да, легко ли вам с ними? Приходится, наверное, объяснять и доказывать необходимость такой меры. Да, на самом деле, да, приходится. Есть люди, знаете, сколько людей, столько мнений. Ну, большинство, слава богу, принимает это как в порядке вещей, потому что они понимают, что это их безопасность. Значит, они готовы и заключить договор, оплатить через публичную оферту. И самое главное, пустить в квартиру газовщика для проверки оборудования. Те, кто это не понимает, подвергаются штрафу вплоть до отключения. Вот у нас тоже идет акция, ну, постоянность. Ну, акция, может, неправильно было сказано. Постоянная работа с Мособлгазом, с поставщиком газа. Мы, значит, проводим в том числе и отключение квартир, где люди и не заключили договор, и оборудование находится в аварийном состоянии. Порядка 300 квартир, более 300 квартир таких мы уже вместе с коллегами из Мособлгаза отключили до момента приведения технического состояния, ну, газового оборудования квартиры в нормальное состояние. То есть там или были дырки, подтравливал газ, или вообще там на каком-то резиновом шланге чуть ли не от воды был подключен. Ну, вообще-то это страшно, конечно. Да, поэтому тоже, да, когда заходишь, бывает видишь, что там или обслуживается, значит, плита, там 50 лет ей срок уже вышел, два раза эксплуатации. Поэтому такие вещи, еще раз повторюсь, вот на аналогии с автомобилем, чтобы нашим зрителям было понятно. Никто же не пойдет на машине без тормозов, да, еще с горки катится. Здесь то же самое. Ну, там есть контролирующий орган госавтоинспекции, который просто не допустит эксплуатации автомобиля неисправного или непроверенного. Ну, фактически это действительно аналог той ситуации, только в газовой сфере. Да, то же самое госжилинспекция вместе с поставщиком газа следит и с органами местного самоуправления. Мы проводим такие плановые проверки по социальным квартирам, значит, ну, так называемым, да, в первую очередь там, где угроза больше вот таких вот моментов. И самое главное, ведем еще работу по разъяснению, потому что люди тоже должны понимать, почему в этой графе появился в платежном документе новый графа. Вот, поэтому идем работу через советы домов, через средства массовой информации. Вот, спасибо вам, что предоставили эфир для того, чтобы еще раз нашим жителям рассказать о необходимости вот как раз вот такой вот работы по заключению договоров или о плате сразу через публичную оферту, через единый платежный документ. Вадим Викторович, ну, не раз было сказано о том, что, возможно, все вот эти беды, ну, связанные с непониманием тех или иных моментов в жилищно-коммунальном хозяйстве, они связаны с элементарной, может быть, неграмотностью большой части населения в вопросах, которые касаются именно ЖКХ. И в связи с этим ведется ли сегодня какая-то работа по обучению жилищных активистов, по обучению председателей, представителей каких-то активных советов домов? Вот в этом направлении двигаетесь ли вы? Да, помимо того, что мы являемся надзорным органом, да, мы могли бы замкнуться в себе и сказать, вот мы только надзорники, наша задача проверять. И карать. И карать, да. Но мы на себя взяли более широкие полномочия, скажем так, в виде общественной нагрузки. Мы ведем еще большую работу по разъяснению обучению активных собственников. Как я всегда всем говорю, что мы заинтересованы, жилищная инспекция, в грамотном умном собственнике. Потому что каждому подъезду, да, каждому подвалу не приставишь по инспектору. А если мы воспитаем новые поколения ответственных грамотных собственников, они будут на одном языке, на одном уровне общаться с управляющей организацией, уже и количество жалоб снизится, и будет, скажем так, общественный, активный общественный контроль за работой управляющей организации. Мы активные участники, организаторы, участники форумов «Управдом», где наши инспектора, начальники терротделов, и я сам периодически присутствую, участвую на этих форумах, где мы отвечаем на вопросы жителей. Потом в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя», где я являюсь общественным председателем, мы ведем работу по разъяснению. Скажу даже больше, Московская область в проекте «Школа грамотного потребителя» продвинулась дальше, чем все регионы. Мы первые с помощью активной молодежи нашей выпустили брошюру «Азбука ЖКХ для школьника». То есть мы понимаем, что нужно воспитывать собственника уже с школьной скамьи, потому что школьник – это будущий студент, будущий работник, инженер и так далее. И он должен формировать… Иногда школьник может и родителям подсказать, зная что-то, и родителям подсказать, почему именно так, а не иначе происходит в серии ЖКХ. Да, в том числе это и самое главное, чтобы люди… Вот как вы помните, была притча «Не зря Моисей водил 40 лет по пустыне людей, чтобы новое поколение сформировало свободных людей». У нас, конечно, такого времени нет. Мы должны за более короткий срок сформировать новое поколение собственников. Те люди, которые воспринимали бы свою собственность не за порогом квартиры, я зашел в квартиру, это мое, а воспринимали личную клетку, лифт, кровлю, чердак, холл свой, как продолжение своей квартиры. И они знали и понимали, что это идет консолидированная ответственность как и управляющей организацией перед ним, так и его как собственника перед собой, своими соседями, управляющей организацией. Поэтому именно со школьной скамьи мы уже, ну, так сказать, в следующем году будем делать пробные уроки в школах. Да, вот мы начали уже… Была презентация нашей, нашей этой вот книжки в Балашихе, в школе номер 2. И этот опыт будем тиражировать на всю Московскую область, потому что все-таки я считаю себя еще не совсем старым человеком, пожилым, но за нашей молодежью будущее мы должны их воспитать грамотными собственниками, активными собственниками. Именно правильный в них нужный фундамент заложить. Если можно, в нескольких словах расскажите о таком институте, как общественные инспекторы. Как этот институт формируется? Что, собственно, он инспектирует? И как взаимодействует с управляющими компаниями, с жителями? Да, значит, общественный жилищный инспектор – это тоже ноу-хау Московской области. Они были созданы несколько лет назад. Мы первые на территории России создали и успешно работать такой институт, как общественный жилищный инспектор. Если у нас год назад был 41 инспектор, то теперь 81 общественный жилищный инспектор. Это наш передовой отряд. Те активные неравнодушные жители, которые готовы в свое личное время ходить, помогать совместно с госжилой инспекцией или отдельно проводить проверки. Проверку они проводят, но данные передают нам, для того, чтобы мы возбуждали административные дела. Они помогают вести большую работу по разъяснению. Очень активно. Вот сейчас мы их привлекаем для приемки подгод домов к осенней и зимней периоду эксплуатации. То есть мы тоже хотим максимально большее количество домов охватить. И общественный жилищный инспектор наш первый в этом помощник. В том числе, еще раз говорю, они участвуют в форумах управдом, совместно с нами участвуют в зимний период, в акции ледниковый период, когда проверяли, как сбиваются сосульки, потому что тоже очень опасное дело может привести к травмированию человека. То есть такой институт очень востребован, они очень востребованы. Поэтому чем больше у нас глаз, в том числе именно общественный глаз, тем мы, скажем так, больше сможем проверить жилого фонда, что приведет, опять же, к улучшению проживания наших людей. Потому что наша главная цель инспекции, это чтобы наши жители жили в комфортных и безопасных условиях. Ну вот хотелось бы узнать, Вадим Викторович, если телезрители Одинцовские посмотрели программу и захотели стать общественным инспектором, куда им обратиться для того, чтобы, ну, по крайней мере, заявить о своем желании? Значит, у нас есть на сайте информация. Нужно прийти к нам, написать заявление, пройти собеседование в территориальном отделе по месту своего проживания, где вы будете, ну, как общественный инспектор. Значит, пользуясь там собеседование знаний жилищного кодекса и других норм закона, потому что все-таки, как я называю, жилищный инспектор, это должен быть и юрист, и инженер, и где-то психолог. Поэтому пройти все эти собеседования, и с удовольствием будем оформить, выдадим удостоверение общественного жилищного инспектора, и он вольется в наши стройные ряды наших коллег и помощников. Но перед тем, как приходить, то есть человек должен реально сам оценить свои возможности, действительно ли, разбирается ли он в этих проблемах, да, потому что обучение не предполагается, да, для общественного инспектора. Да, обучение не предполагается, у нас, точнее, обучение есть, но это уже как активный совет дома. Повышение квалификации, скажем. Повышение квалификации, да. Мы проводим активные семинары, то есть управдом, там, где прошел управдом, потом наши инспектора собирают актив, жители совета домов, и проводят с ними работу. Мы подсказываем, как принимать дома к сезонной эксплуатации. Мы подсказываем, какое должно быть, допустим, какие новые законы вышли в сфере ЖКХ. Ну, то есть мы ведем ту работу, которая поможет активным жителям, еще раз говорю, быть на одном уровне с управляющей организацией, знать свои права и обязанности, и быть, опять же, такой же нашим негласным подспорьем. Вот что касается подготовки домов к сезонной эксплуатации, осенне-зимнее, что хочу сказать, что в госжилуинспекции и МинжКХ в 2015 году, когда нас подключили к этой работе, раньше госжилуинспекция не ходила и выборочно не проверяла дома. Вот вам немножко статистики. В 2015 году, летом, когда мы прошли, как я называю такой большой гребенкой, порядка 78% было выявлено нарушение. То есть представьте статистика, ну, дали нам 100 домов, предъявили, да, значит, управляющие организации не знали, что госжилуинспекция будет брать паспорт готовности и выходить на место, проверять соответствие бумаги, факту. И вот в таких случаях, то есть подавляющее большинство документов не соответствовало действительности. Фиктивные. Фиктивные, да. Мы привлекали и администрации, и органы местного самоуправления к административной ответственности, и привлекали нерадивые управляющие организации, что они на бумаге подготовили дом, а по факту не подготовили. И за два года, что называется, мы все-таки привили, скажем так, культуру работы. В настоящее время, вот, последняя зима показала, что не было таких аварий именно в жилом доме, в жилых домах, да, которые повлияли бы вот на нормальное проживание людей. Ну, к сожалению, были аварии на трассе, когда там, да, из-за перепадов температур были аварии. Зима суровая была. Да, зима была суровая, но тьфу-тьфу, из-за того, что мы, значит, прошли большой гребенкой, вот летом дома проверили подготовку к зиме, таких аварий не было. Потому что еще один из наших девизов, чем больше нарушений мы найдем летом, да, при подготовке дома к зиме, каждое нарушение, выявленное летом, это потенциальная авария, которую мы предотвратили зимой. Поэтому инспектора на это заточены, советы домов на это заточены. И самое главное, в отличие от федерального документа, где имеется, ну, тоже паспорт подготовки дома к зиме, у нас приказом министра ЖКХ Московской области утвердили, что подписывает не абстрактный собственник, да, любого попросили, он подписал, а именно совет дома, представитель совета дома подписывает, то есть единственное лицо, уполномоченное жителями, который, как бы, отвечает перед ними за, так сказать, все остальные вопросы. То есть не выловленный житель, где это там, который на работу лежит. Да, не любой, да, не любой там собственник, не живого помещения там, да, или какой-нибудь там, ну, скажем так, свой хороший, так в кавычках, да, житель, а именно совет дома, который, как своеобразный профсоюз жителей, я бы так назвал, выражает консолидированные интересы всех жителей перед управляющей организацией и другими органами власти. Вадим Викторович, вот несколько лет назад в регионе прошло достаточно резонансное лицензирование управляющих компаний. Целью его было устранение неэффективных УК с рынка. Ну, и вот сейчас, спустя два с лишним года, можно ли говорить о том, что все компании в отрасли работают в регионе нашем эффективно? И если, забегая вперед сразу, каким бы ни был ваш ответ, если они работают все эффективно, откуда тогда берутся жалобы жителей? Ведь жалобы все равно никуда не делись. Жители продолжают жаловаться. Да, ну, по поводу лицензирования, да, лицензирование – это такой хороший барьер на пути бракодела. На этот рынок, значит, в среднем по России порядка 13% управляющих компаний не получили лицензии. То есть своеобразный отсев произошел на стадии лицензирования. Значит, в Московской области тоже статистика. Было раньше до лицензирования 685 управляющих организаций. Значит, в настоящее время у нас уже 896 управляющих организаций, имеющих дома в управлении. И более 1700 лицензий, да, это в целом, в том числе пустые, которые берут под намерение. Количество пустых лицензий, да, без домов говорит о том, что в Московской области хороший экономический климат. То есть коммерсанты даже из Москвы, из других регионов открывают здесь, ну, организации для того, чтобы попытаться войти на этот рынок. Ну, конкуренция. Поэтому у нас здесь нормально. С точки зрения того, что есть жалобы или нет жалобы, понятно, что жилищно-коммунальное хозяйство такая отрасль, которая наиболее плотно со всеми переплетена. И люди, да, если, допустим, в поликлинику или в больницу мы раз в год, может, сходим, а то и реже, то здесь мы ходим 24 часа в сутки, живем, ходим на работу, с работы, в магазин, где-то чего-то. Ездим на лифте. Да, на лифте. Открываем горячую холодную. Поэтому это постоянно, это отрасль, которая постоянно должна быть в движении, держать руку на пульсе. Понятно, что, учитывая то, что и старый жилой фонд, и другие проблемы, жалобы есть, да, жалобы, так сказать. Но, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим жителям. Вот мы проводим анализ, к сожалению, часть жалоб, она, ну, бывает, идет мимо управляющей организации. Вот люди пишут на Добродел, там, да, или в госжилой инспекции, у меня там перегорела лампочка, у меня там не помыли подъезд. Начинаешь разбираться, а они, к сожалению, даже в управляющую организацию не обращались. Поэтому первый путь жителя, это обратиться сначала в свою управляющую организацию, в диспетчерскую, да, которая этим и должна заниматься. А потом уже, если там не помогли... Если нет реакции должной, да? Тогда уже можно обращаться дальше. Потому что, в любом случае, что у госжилой инспекции, что у других органов, нет своего сантехника, своего электрика. В любом случае, ту же лампочку, да, абстрактно будет вкручивать тот же дядя Вася электрик, да, но под контролем там надзорного ведомства. И порой этот путь займет больше времени, чем напрямую позвонить и сказать, слушайте, перегорел лампочкой, сделайте там в течение часа-двух, я думаю, проблема будет решена. Ну, а количество жалоб я бы назвал тем, что в том числе, что мы ведем работу по просвещению жителей, жители знают свои права и обязанности, вот, значит, и, так сказать, соответственно, жалуются на то, что где-то им там неправильно расчет произвели, неправильно оказали услугу. Вот тоже немножко для информации. Мы не только штрафуем, да, как бы считается инспекция, штраф. У нас штраф не самоцель, у нас главное, чтобы люди жили в комфортных, безопасных условиях. Но есть такой сегмент жалоб, это когда люди жалуются на некачественно предоставленную услугу, или если эта услуга была навязана, они ее не заказывали. Там такие, как очень часто консьерж, там, видеодомофон и так далее, которые не относятся к минимальным видам работ, которые необходимо производить. Значит, поэтому мы выдаем предписание, вот вам немного статистики. За прошлый год мы вернули через предписание жителям Московской области 336 миллионов рублей за неоказанные услуги. То есть, видите, работа идет, а штрафов мы, ну, порядка 157 миллионов выписали. То есть, штраф – это штраф, но вернули намного больше за неоказанные… Один в двум. Да, вернули больше людям денег за неоказанные услуги. Ну, такие как отопление, горячая вода, там, и навязанные услуги, как я уже выше говорил. Вадим Викторович, вот, все-таки, если взять общий массив нарушений, которые вы фиксируете, каких все-таки нарушений в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий встречается больше всего? Ну, как правило, больше всего жалуются на содержание мест общего пользования. Я бы назвал для себя, да, это путь жителя. Потому что люди, как правило, начинают свой путь из квартиры, он проходит коридор, лифт, если он есть, лечная клетка, первый этаж, входная группа, ну, и так далее. Вот, как правило, на вот это все идет большее количество обращений. Ну, потом уже протечка кровли, содержание подвала, там, подтопление подвала и так далее. То есть, как правило, это содержание мест общего пользования там, где люди постоянно находятся. То есть, тот же самый окурок, который он утром видел, идет вечером, лежит, да, сразу вызывает негодование. Поэтому вот первое, на первом месте. На втором месте я бы назвал, значит, это жалобы на, значит, ну, там, такие специализированные вещи, как, там, отопление, горячая вода, перерасчеты, еще раз повторюсь, и жалобы на капитальный ремонт, качество капитального ремонта, ну, и так далее уже по нисходящей. Поэтому основное – это места общего пользования. Вадим Викторович, вот такой вопрос, не знаю, насколько он в вашей, скажем, компетенции ответ на него. Ведь по большому счету, часто приходится слышать, ну, претензию такую некую о том, что любой штраф, который накладывают на предприятие ЖКХ, на управляющую компанию, она платит фактически из кармана жильцов, да? Ведь все деньги, которые имеет управляющая компания, они к ней приходят из жильцов, от жильцов. И фактически жилец, жалуясь в вышестоящий орган на какое-то нарушение, да, и потом на управляющую компанию накладывает штраф, он фактически вынимает деньги из своего кармана и отдает его в виде штрафа. Вот здесь как жители не понимают этого момента? Или все-таки, мне кажется, если бы они понимали, жалобы было намного меньше? И попыток разобраться, минуя управляющую компанию, в том числе о том, что вы говорили. Ну, знаете, я бы так назвал, есть люди, которым просто доставляют удовольствие писать жалобы, да, а есть люди, которые, большинство, и слава богу, те, которым просто хочется, чтобы ламочка горела, те идут нормальным путем, пишут, значит, обращаются в управляющую организацию, те делают работы и так далее. Ну, какой-то есть малый сегмент, как бы профессиональных таких писарчиков, как я их назову, но самое главное, что хочу сказать по поводу жалобы, ну, по поводу штрафа. Значит, ни в коем случае эта нерадивая управляющая компания таким образом пытается шантажировать людей, что не пишите на меня, да, я, это, деньги будут ваши. Это, на самом деле... То есть лукавство, да? Лукавство, да, категорически этого быть не может, потому что, значит, экономика складывается таким образом, что штраф она должна платить из своей прибыли. Другое дело, что она пытается, может схимичить, но у нас было несколько случаев, когда управляющая компания платила штраф из денег, которые предназначены на содержание текущей ремонт. Мы, это было у нас, значит, сейчас район не буду называть, чтобы там дело еще идет, значит, заведено, но, значит, мы направляли материалы в полицию, и УБЭП заводил уголовное дело за нецелевое расходование средств, как говорится. Поэтому здесь, как бы, это от лукавого. Штраф ни в коем случае не берется из денег, который выделяется на содержание текущей ремонт. Я вам скажу больше. Мы сейчас начали практику активно применять, привлекаем к административной ответственности должностное лицо, директора. То есть, именно он из своей зарплаты платит штраф конкретного ответственного человека. Конкретного управляющего организации. Да, чтобы он на своем кармане почувствовал, что нужно разворачиваться к жителям лицом. Поэтому, и, так сказать, пользуясь случаем, тоже управляющим организациям хочу обратиться. Значит, проделайте для себя путь жителя. То есть, надо первое, самое главное. Если у человека перегорела лампочка, какое-то там еще что-то случилось в подъезде, он должен выйти из своей личной клетки и сразу видеть телефон диспетчерской службы. А там вежливый голос, должен сказать добрый день, там или вечер, день, что угодно. Значит, какой у вас, какой вопрос, оперативно помочь, тогда люди не будут писать жалобы, и у вас будет больше работы. И мы, так сказать, не будем вас привлекать к административной ответственности. Потому что, еще раз повторюсь, что в любом случае будет делать те же работы управляющая организация, но под надзором ведомства, да, нашего, и, так сказать, имеющего штрафа в кармане. Поэтому налаживайте коммуникации. Вот как хочу пример перевести. У вас в Одинцовском районе тоже есть ряд управляющих компаний, которые наладили коммуникацию. Сейчас, ну, их называть не буду, чтобы как реклама не прозвучала. Они что сделают? Цена вопроса – это пачка бумаги формата А4. Везде наклеили телефон диспетчерской своей службы. Там вежливый диспетчер, нормальный слесаря, нормальные электрики. Все. Люди поняли, что можно обращаться туда, а не писать там, извините, губернатору-президенту про сгоревшую лампочку. И самое главное, чтобы телефон диспетчерской знали все, они по нашему совету на обратной стороне платежного документа размещают телефон диспетчерской. Время в соцсетях, там они активно работают. Это уже для молодых, ну, таких вот прогрессивных жителей. Поэтому те, кто хочет, они замыкают на себя людей, и жалоб практически не возникает по ряду управляющих организаций. Поэтому у нас есть и передовые организации есть, к сожалению, те, кто плетется в хвосте. Но мы с ними работаем, выводим их из так называемой красной зоны, проводим ежеквартальные встречи под руководством заместителя-председателя Пестова Дмитрия Владимировича с крупными управляющими организациями, с заместителями глав по ЖКХ, где ставим, ну, так сказать, вопросы, слушаем, значит, ответы и разбираем буквально по полочкам, по косточкам работу управляющих организаций для того, чтобы еще раз приблизить качество услуг, да, так сказать, к идеалу, и самое главное, чтобы люди понимали, что управляющая организация работает для них. И управляющие организации тоже это понимают, что люди нанимают их за свои деньги, и что они вправе, как в магазине, сделать свой выбор. То есть, имеется в виду, переизбрать ту или иную управляющую организацию. Вадим Викторович, ну, и вот вы сказали несколько добрых и полезных слов, советов управляющим компаниям, ну, и хотелось бы в завершении передачи услышать также несколько слов обращения к нашим телезрителям, к тем, кто пользуется услугами жилищно-коммунального хозяйства управляющих компаний. Хочу пользоваться лучшим и обратиться к нашим собственникам, к жителям, нанимателям. Первое, значит, это, еще раз повторюсь, проделайте путь жителей, имеется в виду, если у вас какое-то есть жалоба, обращение, просьба сначала обратиться в управляющую организацию, потому что, ну, не все они, как вы говорите, почему-то, знаете, штамп поставили, что ЖКХ, это плохо и так далее. На самом деле, жилищно-коммунальное хозяйство это та утосль, которая наиболее плотно со всеми нами переплетена. Все мы живем на квартирных домах, и все мы хотим, да, пользоваться нормальными, там, качественными услугами. Поэтому, значит, ЖКХ 2-4 часа в сутки без выходных работает. Поэтому первая просьба, значит, обращаться сначала в управляющую организацию, дать им шанс, скажем так, да, вашу жалобу заметить и выполнить ее. Ну, и потом, если это не делается, тогда уже можно обращаться в жилищную инспекцию для того, чтобы мы приняли меры административно-правового воздействия. Ну, и самое главное, то же самое, что собственность, это не просто, там, да, собственность, это подразумевает под собой ответственность. Поэтому, почему я еще раз говорю, что не просто, чтобы замыкаться в своей квартире, будьте активными, будьте, так сказать, непассивными для того, чтобы совместно продлить жизнь дому, да, от того, что как качественно оказываются услуги, как качественно работает ваш совет дома, да, в виде своеобразного такого общественного контроля зависит нормальная, в том числе, работа управляющей организации. Когда она понимает, что совет дома, значит, берет ее за руку, каждый день от подвала до чердака проходит и проверяет выполнение работы или согласовывает новые работы, тогда и будет нормальная коммуникация. Но, что касается нас, жилищной инспекции, мы стоим на страже того, чтобы вы все, жители, жили в комфортных и безопасных условиях, потому что все-таки наши квартиры, среда обитания, и, так сказать, ну, там, мы проводим большую часть времени. Ну, что ж, Вадим Викторович, спасибо вам огромное за то, что нашли время, за то, что пришли сегодня к нам в студию. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Викторович Соков. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.